Всем здравствуйте, с вами Зоя. Недавно я сняла реакцию на клип La La Lam группы Mad Men. И многие из вас в комментариях посоветовали мне в следующем посмотреть песню У-Ла-Ла, потому что это, по идее, продолжение клипа La La Lam. Напомню, что в конце клипа La La Lam они открыли какую-то дверь и попали в какую-то неизвестность. Мы не знаем, потому что на этом клип закончился. Но, насколько я понимаю, в клипе У-Ла-Ла мы поймем, куда они попали. Поэтому сразу давайте и посмотрим. Так, Mad Men, У-Ла-Ла. Название мне уже нравится. Итак, экран в прямом эфире. Буду смотреть без субтитров, просто чтобы меня они не отвлекали. Потом, после того, как посмотрю, прочитаю перевод слов. Хорошо, поехали. Покемон. Симпсон. Они пришли в своего рода PC-бан. Это кто? Звук. Это что он там читает? Мне интересно. Опа. Появилась какая-то особо. О. У нас и громко очень. Она необычная девушка. Это тоже моя реакция была. Огонь. Горит. Это уже другая девушка? Они все с конфетками. Я так не умею делать. Я так не умею делать. Так, вата. Много очень красок разных. Все такое очень в поп-стиле. Неоновые цвета. Симпатичная девушка. Но они симпатичнее. Танис пошел. Большие размахи здесь идут. Весело, весело. Энергия такая присутствует. Так, спустились вниз немножечко. Так, по идее сейчас кульминация должна быть. Да? Ну вот точно кульминация. Ну так, с юмором. Чупа-чупсы. Так, темп. Сольный танец. Песня была полна энергии. Я бы даже сказала, что энергия в течение всей песни была примерно на одном таком довольно-таки высоком уровне. Конечно, надо с мыслями так немножечко собраться. Подумать над своими комментариями. Итак, время обсуждения. Давайте начнем с клипа. Визуально все было очень ярко, динамично. Я бы даже сказала, все вот так вот немножечко мелькало. В плане сюжета мне понравилось, что все было с юмором. По крайней мере, мне так показалось. Потому что, конечно же, здесь присутствует девушка. И, как мы все знаем, что касается бойбендов с девушками, всегда нужно быть аккуратным. Это относится ко всем бойбендам, потому что у них обычно очень много фанаток. И они не хотят своих любимых мальчиков отдавать какой-то другой девушке. Поэтому среди исполнителей этого жанра обычно так получается, что они или вообще ни с кем не встречаются, чтобы избежать скандалов. Или если они заводят какие-то отношения, то они всячески их скрывают. Ну, по мне так, конечно, мне немножко их жалко, потому что они обычные люди, как все мы, хотят иметь личную жизнь какую-то. Но они постоянно на виду и под таким каким-то давлением. И из-за этого часто они чувствуют себя очень одиноко. Но об этом, конечно, вообще надо отдельно разговаривать. В плане клипа здесь, что мне понравилось, это то, что, да, присутствовала девушка, причем настоящая, и мы увидели ее лицо. Но они это так интересно подали, как бы там заигрывание такое было, они ее искали, за ней бегали. Но когда она растворилась и превратилась во множество чупа-чупсов, они этому очень даже обрадовались. Таким образом, они хотят нам показать, что, да, мы за ней бегали, но нас больше интересовали эти конфеты, чем сама девушка. Или, по крайней мере, мне так при первом просмотре показалось. В плане мелодии, как я уже сказала, она была очень энергичная. По мне так, опять же, это чисто мое предпочтение. Пожалуйста, не обижайтесь, если я это скажу. Но мне больше нравится, когда в песне есть, как бы, знаете, подъем и спуск в плане энергии. Что я под этим имею в виду? Я имею в виду то, что песня состоит, как бы, из таких разных фаз и разных частей. То есть, например, куплет, он более такой спокойный, медленный, может быть, потише, а припев более энергичный. Но, когда мы слушаем песню от начала до конца, мы слышим, что это единое целое. В общем, мне в плане динамики больше нравится такое разнообразие. Я не говорю, что здесь не было разнообразия. Разнообразие было. Просто оно было немножко иного рода. Присутствовала мелодия, присутствовал рэп. Даже в конце, когда был сольный танец, в темпе прослеживалось такое замедление. Таким образом, мы поняли, что песня подходит к концу и заодно обратили внимание на, собственно, танцора. Но, в целом, у этой песни был такой единый, постоянный, я бы сказала, довольно-таки высокий уровень энергии. И для слушателей это идеально, знаете, чтобы поднять настроение, чтобы зарядить аудиторию. Или, если вы, например, занимаетесь спортом или пробежкой, то как раз-таки вот такая песня, она подойдет, будет вас, так сказать, поддерживать, поможет вам добежать до самого конца. Но, опять же, это чисто мое мнение, мое предпочтение. Я люблю песни поспокойнее, и поэтому для меня было немножко шумновато. Но, опять же, здесь присутствовало такое, знаете, единство стиля, мелодии и сюжета, да и визуально вообще, поэтому все было очень гармонично. Ну, и напоследок давайте прочитаем слова. Эй, детка, подойди сюда, почему бы нам с тобой не станцевать? Словно лебедь без своего спутника, почему стоишь одна? Так, так, значит, здесь повторение, повторение. Та-да-да-да-да-да-да. Чувства переполняют, удовлетворяются твоими движениями. Даже если это сон, я все равно проснусь с тобой. Хоть я не хочу, твои глаза отравляют, отравляют. Они словно две сверкающие луны во тьме. В любом месте ты меня притягиваешь, ты сводишь меня с ума без каких-либо усилий. Та-ра-ра-ра-ра-та-та-та. Это мир Медов. Я отдал ключ к своим чувствам, ты зашла в мой мир. Ла-ла-лем не заканчивается. И что бы ни говорили люди, нам все равно. Есть Рики Тики Тави. Я словно сказка проник в твой мозг. Наверное, эта ночь будет сиять ярче. Подойди поближе ко мне сейчас. Та-ра-ра-ра-та-та-та-та. И в конце. Нет, если ты не хочешь, я не буду с тобой увозиться. Твое высокомерное поведение вообще тебе не идет. Ну, мне кажется, что действительно я правильно уследила здесь юмор. Как в сюжете, так оказывается и в словах. То есть, парень интересуется девушкой, но после того, как он понимает, что она из себя изображает кого-то, он перестает ею интересоваться. Или в данном случае, когда она превращается в конфеты, они полностью забывают о ней и уже дерутся за чупа-чупс. Клип был очень стильный, энергичный, с юмором. Ну и, конечно же, я не перестаю удивляться качеству съемок. За это им отдельный поклон. А как вам понравился этот клип и что вы думаете насчет этой песни? Сообщите мне в комментариях. Это была моя реакция на клип группы Mad Men на песню У-Ла-Ла. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Зоя. Всего хорошего и до новых встреч. До новых встреч.